Борьба с коррупцией в Украине После Евромайдана в Украине начались радикальные изменения, из которых наиболее значимыми являются антикоррупционные реформы. Таким образом, в результате проведенных изменений все чиновники, депутаты и судьи обязаны представлять подробную декларацию о своих доходах и имуществе. Причем чиновник должен отметить не только об имуществе, которое является собственностью его и его семьи, но и все то, что зарегистрировано на имя других лиц, но используется им. То есть, если в других странах чиновник может купить дорогую машину или дачу, зарегистрировать их, например, на имя тещи и избежать декларирования, то в Украине это имущество также должно быть задекларировано, если оно фактически используется чиновникам. За недекларирование или неправильную декларацию чиновник может быть привлечен к ответственности, вплоть до лишения свободы. Более того, если чиновник начал разъезжать на дорогой машине или жить в дорогом доме, которые могут даже быть зарегистрированы не на его имя, но которые он не мог купить на честно заработанные средства, то он может оказаться в тюрьме по статье «Незаконное обогащение». Для того, чтобы засудить чиновника, судью или депутата за незаконное обогащение, необходимо всего лишь доказать, что чиновник начал гораздо лучше жить, чем он может себе позволить на свою зарплату. Однако для этого требуется действительно независимая правоохранительная система. С этой целью в Украине было создано Национальное антикоррупционное бюро, которое занимается расследованием коррупционных дел высокопоставленных чиновников. Оно имеет как следственные, так и оперативно-разыскные полномочия. Бюро даже имеет свой спецназ. Глава антикоррупционного бюро и более 200 детективов были назначены по результатам пятиэтапного конкурса, в составе комиссии которого были также представители гражданского общества и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством. То есть МПО одобрили кандидатуры глава бюро и детективов. В результате, благодаря работе антикоррупционного бюро, например, недавно был задержан глава Государственной фискальной службы Украины, кому не помогла близость с президентом Петром Порошенко. Был задержан также военный прокурор зоны АТО, который не смог объяснить, как его жена разбогатела на 100 тысяч долларов. За полтора года своего существования антикоррупционное бюро направило в суд 65 дел высокопоставленных чиновников, по которым общая сумма коррупционных сделок составила примерно 80 миллионов долларов. Большая часть расследуемых дел идет именно по статье «Незаконное обогащение». Путем тайной слежки за чиновниками и судьями, подслушивания и других оперативно-разыскных средств детективы периодически находят случаи, когда чиновники разъезжают на дорогих автомобилях, зарегистрированных на другое лицо, или живут в дорогих домах, или имеют денежные средства, которые либо не задекларированы, либо не могли быть приобретены на заработную плату. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова